Итак, еще раз добрый день всем, кто сегодня пришел к нам на занятия, как в аудитории, так и в режиме вебинара. Сегодня речь у нас пойдет о таком вопросе, как оценка инвестиционной привлекательности компании с помощью показателя прибыль на акции. Вести семинар буду я, Кучеров Сергей Михайлович. Я являюсь преподавателем Центра компьютерного обучения «Специалист». Ну и одновременно работаю на реальных предприятиях в качестве главного бухгалтера. Итак, прибыль на акцию. Ну, казалось бы, сам по себе довольно простой показатель. В самом названии, в звучании этого показателя четко мы слышим, как, собственно, рассчитывается этот показатель. Прибыль разделить на акцию. Почему же, в общем-то, казалось бы, такой вопрос требует отдельной встречи, отдельного разговора и отдельного изучения. И, кроме того, хочу обратить внимание на то, что порядок расчета этого показателя описан в 33-м стандарте МСФО. Причем это довольно большой, объемный, серьезный документ. Это говорит о том, что на самом деле не все так просто с расчетом этого показателя. Есть о чем поговорить. Ну, понятное дело, что раз речь идет о прибыли на акцию, это значит, что речь идет, конечно, об акционерных компаниях, у которых эти акции есть. То есть о тех компаниях, у которых как раз и есть акционерный капитал, раздробленный на отдельные акции. Ну, и, конечно, вот эти акционерные компании, они, чьи акции вращаются на организованном рынке, они в рамках раскрытия информации о своей деятельности, примечаниях бухгалтерской финансовой отчетности, в обязательном порядке должны раскрывать этот показатель, как за отчетный год, так и за предыдущие отчетные периоды, для того, чтобы можно было сравнить эффективность работы компании. Почему такой интерес к этому показателю, в чем его преимущество может быть перед какими-то другими показателями, я об этом поговорю ближе к концу нашего занятия. А сейчас мне хотелось бы все-таки довести на вас информацию о том, как данный показатель следует рассчитывать и какие сложности, какие проблемы возникают при его расчете. Итак, вот вы сейчас видите формулу, по которой рассчитывается прибыль на акцию. Мы должны поделить чистую прибыль, которая достается акционерам материнской компании после того, как мы вычтем из этой прибыли дивиденды по привилегированным акциям. И вот эту прибыль необходимо разделить не просто на количество акций, находящихся в обращении, а на их средневзвешенное количество. Ну, сразу хочу сказать, что если, конечно, компания в течение года никаких эмиссий акций не производила, то средневзвешенное количество акций будет, конечно, равно просто количеству акций, находящихся в обращении. Ну, для начала я хочу несколько более внимательно отнестись к показателю чистой прибыли, остающейся после вычета дивидендов по привилегированным акциям. Ну, во-первых, я, поскольку не знаю, насколько вы знакомы вообще с темой акции, с этой терминологией, поэтому я позволю себе какой-то короткий комментарий по поводу того, что такое привилегированные акции, что такое обыкновенные акции, в чем между ними различия. У любого акционерного общества, прежде всего, акционерный капитал формируется из обыкновенных или простых акций. Эти обыкновенные акции, они дают возможность акционеру, владельцу этой акции участвовать в управлении компанией, то есть приходить на собрание акционеров и участвовать в принятии решений по поводу деятельности компании, по поводу распределения прибыли и по всем другим вопросам, связанным с работой компании. Но при этом по таким акциям никогда заранее не гарантируется какой-то уровень доходности. Будут дивиденды или не будет дивиденды, это всегда зависит от того, какие решения примут акционеры на общем годовом собрании учредителей или акционеров. Теперь, что касается привилегированных акций. В тот момент времени, когда компания выпускает такого рода акции на рынок, она обещает по этим акциям определенный заранее оговоренный уровень доходности. То есть мы выпускаем акции и говорим, все, кто приобретут эти акции, мы гарантируем 15% годовых или 20% годовых или 50% годовых и так далее. И, собственно, в этом и заключается привилегированность. Но, однако, привилегированные акционеры, они не являются реальными владельцами компании. И участвовать на собраниях акционеров они не имеют права. Но я уже говорил о том, что будут дивиденды или не будет дивидендов, это все будет решать собрание акционеров. И в том случае, если простые обыкновенные акционеры, они не примут решение о выплате дивидендов по итогам года, то и владельцы привилегированных акций также ничего не получат. И тогда покупатели этих акций, понимая вот такую ситуацию, они могут сказать, ну а зачем нам тогда приобретать эти акции, если дивиденды то ли будут, то ли не будут, то есть это все покрыто мраком. И вот тогда для того, чтобы как-то повысить интерес акционеров, инвесторов для покупки этих акций, мы можем выпустить не просто привилегированные акции, а кумулятивные привилегированные акции. Вот эта их кумулятивность заключается в том, что по таким акциям дивиденды рано или поздно будут выплачены в любом случае за весь тот период времени, который акционер владеет этой привилегированной акцией. То есть выглядит это следующим образом. Если в первый год владения дивидендов не было, во второй год тоже дивидендов не было, а на третий год, например, наконец-то было принято решение о выплате дивидендов, то в этом случае дивиденды должны быть выплачены за все три прошедших года. Так вот, в связи с тем, что по кумулятивным привилегированным акциям дивиденды будут выплачены в любом случае, то в 33 стандарте МСФО сделана отдельная оговорка по этому поводу. Что если у нас есть в обращении привилегированные кумулятивные акции, то при расчете прибыли на акцию, при определении чистой прибыли, которая остается в распоряжении акционеров материнской компании, дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям нужно вычесть даже в том случае, если дивиденды не выплачивались. То есть вот сейчас вы как раз на экране и видите вот то, что я сказал. То есть если акции являются кумулятивными привилегированными акциями, то дивиденды по этим привилегированным акциям должны быть вычтены при расчете показателя прибыли на акцию в обязательном порядке. То есть было объявление или не было объявления, это никакого влияния не оказывает. Теперь что касается средневзвешенного количества акций. Ну я уже сказал, что если в компании ничего не происходило по поводу эмиссии акций, то в общем-то расчет самой прибыли на акцию не составляет никакого труда. То есть действительно взяли по отчету о прибыльных убытках прибыль, которая остается после налогообложения, после того, как мы поделимся этой прибылью с неконтролирующими акционерами. Вот все, что осталось в распоряжении акционеров материнской компании, мы просто поделим на то количество акций, которое находилось в прошедшем году в обращении. Но акционерные общества в течение прошедшего года могут выпускать различные финансовые инструменты и прежде всего осуществлять выпуск акций и выпуск акций по обычной полной рыночной цене. И вот в этом случае нам приходится озаботиться тем, чтобы рассчитать это средне взвешенное количество акций, которые находились в обращении. Вот давайте мы посмотрим сейчас два примера, каким образом мы будем в этом случае рассчитывать прибыль на акцию. Ну вот первый пример здесь будет сейчас приведен на слайдах, а второй пример я покажу вам отдельно, как мы рассчитываем в этом случае средне взвешенное количество акций. Итак, мы видим, что у некой компании в 2007 году было 800 тысяч акций. 800 тысяч акций. И эта цифра была у нас на начало года и в прошлом году. И вот в нашем отчетном году, в 2008, в середине года, 1 июля, мы выпускаем еще 200 тысяч акций по обычной полной рыночной цене. Таким образом, у нас, начиная с 1 июля 2008 года, количество обыкновенных акций становится уже 1 миллион. И вот каким образом мы тогда должны будем рассчитать прибыль на акцию? Мы должны будем количество акций средне взвесить. И вот таким образом мы это сделаем. Мы должны будем учесть тот период времени, в котором каждое количество акций находилось в обращении. Мы начали год с того, что у нас было в обращении 800 тысяч акций. Это количество акций находилось в обращении у нас первое полугодие. И вот я показываю, что мы умножаем на период 6 месяцев из 12 месяцев, которые у нас есть в году. Далее я прибавляю. У меня стало новое количество, 1 миллион. Этот миллион в прошедшем году также находился в обращении в половину года. То есть оставшиеся 6 месяцев из 12 имеющихся в году. Теперь освежим наше знание по поводу прибыли. В прошлом году у нас прибыль была 460 тысяч, в этом году 550. Итак, в 2008 году для расчета показателя прибыли на акцию я делю прибыль, остающуюся в распоряжении акционеров материнской компании, на средне взвешенное количество акций, которое находилось в обращении. И таким образом я вижу, что прибыль на акцию у меня составила 61 цент на одну штуку, на одну акцию. Давайте рассмотрим еще один пример. Для этого я сейчас выйду из презентации. Итак, пример расчета прибыли на акцию при выпуске акции по обычной рыночной цене. Прочитаем условия данной ситуации. На начало года 2012 у нас находилось в обращении 1 миллион штук обыкновенных акций. В середине года, то есть 1 августа 2012 года, компания выпустила на рынок еще 200 тысяч штук обыкновенных акций по рыночной цене. Нам известна прибыль, которая осталась в распоряжении акционеров материнской компании на отчетную дату. Она составляет 400 тысяч долларов. Нам необходимо, конечно, сначала рассчитать средне взвешенное количество акций, находящихся в обращении, а затем после этого мы будем в состоянии рассчитать показатель прибыли на акцию за прошедший год. Итак, первое, что мы сделаем, это мы рассчитаем средне взвешенное количество акций. Что для этого нам нужно будет сделать? Нам нужно будет прежде всего зафиксировать те даты, на которые у нас происходило изменение или были разные количества акций в обращении. У нас была дата 1 января и вторая дата 1 августа. На 1 января у нас находилось в обращении 1 миллион штук акций. На 1 августа у нас в обращении было 1 миллион 200. Теперь вот эти количества акций мы должны средне взвесить, то есть учесть тот период времени, в который эти акции находились в обращении. 1 миллион штук у меня находились в обращении 7 месяцев из 12, которые у нас есть в году. И я 1 миллион умножаю на 7,12. 1 миллион 200 у меня находились в обращении оставшиеся 5 месяцев, опять-таки из 12. И теперь для того, чтобы рассчитать средневзвешенное количество, мне необходимо сделать вот те вычисления, которые сейчас вы видите на экране. Итак, 1 миллион умножим на 7, разделим на 12. Получается 583,333 штуки. Результат второго вычисления. 1 миллион 200 умножаем на 5, делим на 12. Получается 500 тысяч. И вот теперь путем сложения двух этих цифр, которые мы получили, мы получаем средневзвешенное количество акций. Это будет 1 миллион 83 тысячи 333 штуки акций. Теперь мы в состоянии рассчитать второй показатель прибыль на акцию. Какая подогрессируем? Итак, мы берем прибыль, которая остается в распоряжении акционеров материнской компании. И делим на полученную нами цифру средневзвешенное количество акций. И получим сейчас какой-то результат. Итак, 400 тысяч делим на 36,9 центов. Итак, мы с вами рассмотрели случай, когда компания в течение отчетного года производит эмиссию акций по обычной, скажем так, нормальной рыночной цене. И рассмотрели, как в этом случае у нас рассчитывается средневзвешенное количество акций. Рассмотрим другой случай, связанный также с эмиссией акций в течение года. Это у нас будет так называемый бонусный выпуск акций. Что такое бонусный выпуск акций? Дело в том, что когда компания выпускает акции, и прежде всего, конечно, акции по рыночной цене, у нас практически всегда образуется эмиссионный доход. Это разница между номиналом акции и той суммой, которую уплачивают покупатели акции в момент их приобретения. Акционерный капитал у нас при этом, он формируется исключительно только по тому номиналу акций, который, скажем так, на акции указан. Сумма превышения, которую покупатель переплачивает сверх номинальной цены акции, будет отражаться как эмиссионный доход. В терминологии российского бухгалтерского учета мы это привыкли называть частью добавочного капитала. Почему этот эмиссионный доход у нас все-таки возникает? Почему происходит вот эта покупка акций по цене выше номинала? Дело в том, что любой эмитент акции, который выходит на рынок со своим предложением, он, конечно же, рынок об этом предупреждает. Предупреждает как? К путем проведения определенных рекламных мероприятий. Мы объявляем о том, что наша великая, замечательная компания выпускает акции для чего? Для того, чтобы осуществить какие-то новые проекты, что позволит компании достичь новых высот в развитии компании, выход на новые рынки, выпуск каких-то новых видов продукции, что, безусловно, приведет в дальнейшем к росту цены акций и к каким-то огромным, невероятным, может быть, даже дивидендам. И вот это возбуждает интерес со стороны инвесторов к акциям. Они начинают делать заявки на покупку. И вот в тот момент времени, когда заявки на покупку начинают превышать тот объем эмиссии, который выходит компания на рынок, вот здесь и начинается рост цены акции при покупке. И эта цена будет повышаться до тех пор, пока весь платежеспособный спрос не будет удовлетворен. Соответственно, какие-то инвесторы будут уменьшать свои аппетиты при покупке акций. То есть они будут, из-за того, что цена будет расти, они будут уменьшать свои потребности при покупке акций. Но, таким образом, цена на тысячную, например, акцию может установиться на уровне полторы и две тысячи и три тысячи, в зависимости от того, насколько велик интерес рынка к этим акциям. Таким образом, вот эта сумма переплаты акционера при покупке акции сверх номинала и будет у нас в бухгалтерском балансе показана в пассиве как эмиссионный доход. Так вот, за счет этого эмиссионного дохода мы вполне можем принять решение выпустить бесплатный, так называемый, бонусный выпуск акций. Абсолютно бесплатно, уже существующим акционерам мы можем дополнительно раздать акции. И вот сейчас мы посмотрим, каким образом вот этот бонусный выпуск акций повлияет на расчет показателя прибыль на акции. Итак, компания выпускает одну бонусную акцию держателем, уже существующим акционерам, за каждые пять акций, которые есть у них на руках. То есть, соотношение, имеешь пять акций, получи одну бонусную. Имеешь десять акций, получи две бонусные. И так далее. И вот, что мы здесь видим. Значит, у нас в 2007 году количество обыкновенных акций был один миллион. поскольку мы осуществляем бонусную и эмиссию один к пяти, то один миллион я поделю на пять штук. И получается, что еще одну пятую часть мы выпускаем дополнительно на рынок. Таким образом, количество обыкновенных акций, которые находятся в обращении в 2008 году после первого июля, становится уже один миллион двести тысяч. Каким же образом повлияет вот этот бонусный выпуск акций на средневзвешенное количество акций, ну и, конечно же, на сам показатель прибыли на акцию, как в 2007, так и в 2008 годах. Повлияет следующим образом. Мы вот это вновь появившееся количество акций при бонусной эмиссии будем считать, что оно как будто бы существовало у нас всегда. И получается, что мы все предыдущие расчеты, связанные с прибылью на акции, скорректируем с учетом вновь появившегося количества акций. Вы видите, что для того, чтобы у нас отчетные данные были сопоставимы, мы не только применяем новый показатель количества акций к текущему году, но и применяем его в отношении показателей прошлых лет. То есть мы пересчитываем ранее рассчитанный показатель прибыли на акцию, который был в прошлом году, с учетом вот этих новых обстоятельств. Давайте посмотрим еще один пример. Также я выйду сейчас за рамки презентации, покажу еще один пример расчета. Чуть-чуть, может быть, более подробный. Итак, снова мы имеем на 1 января 2012 года в обращении 1 миллион штук обыкновенных акций. 1 мая этого же года компания осуществила бонусный выпуск акций между действующими акционерами, предоставив за каждые 4 акции, находящиеся в обращении, 1 обыкновенную акцию. Прибыль, остающаяся в распоряжении акционеров материнской компании за этот год, составила 300 тысяч долларов. Давайте мы посмотрим технику этих вычислений, но может быть чуть-чуть более подробнее, чем была сейчас в презентации. Итак, мы снова, как и в предыдущем примере, начнем с того, что рассчитаем средневзвешенное количество акций. для этого мы, так же, как и в предыдущем случае, зафиксируем даты, на которые у нас были различные количества акций в обращении. Итак, у нас 1 миллион штук был на 1 января. на 1 января, 0,5 января, и давайте посмотрим, сколько у нас стало теперь акций. Мы за каждые 4 акции даем одну, то есть мы увеличиваем количество акций на одну четверть, то есть у нас теперь в обращении 1 миллион 250 тысяч штук. Так же, как и в предыдущем случае, для средневзвешивания мы учтем тот временной интервал, в течение которого каждая из этих количеств находилась в обращении. Мы видим, что 1 миллион штук у компании был на рынке в течение первых четырех месяцев года, 4-12. А 1 миллион 250 тысяч штук, оставшиеся 8 из 12 месяцев. И вот я сказал о том, что вот этот бонусный выпуск акций приводит к такой ситуации, что как будто бы вновь появившееся количество акций существовало всегда. И вот для того, чтобы у нас действительно средневзвешенное количество акций получилось 1 миллион 250 тысяч штук, мы должны ко всем предыдущим нашим показателям и расчетам применить коэффициент бонусной эмиссии. То есть я предыдущий вот этот расчет сделаю в отношении его следующий пересчет. А пересчет будет у меня следующим образом сделан. У меня было 4 акции. И я выпустил в дополнительном обращении еще одно. То есть у меня количество акций увеличилось с коэффициентом 5 к 4. Еще раз. У меня было 1, вернее было 4 акции, плюс я дополнительно одну выпустил. То есть у меня количество акций увеличилось до 5. А было 4. Поэтому вот я и показываю, насколько произошел этот рост. 5 к 4. И теперь, если я сделаю расчет, я получу средневзвешенное количество акций, ровно 1 миллион 250 тысяч штук. Давайте мы в этом убедимся. Итак, 1 миллион умножаю на 5 и делю на 12. Ну, четверки, я так понимаю, у нас сокращаются. Итак, получается 416 667 штук. И второй расчет 1 миллион 250 умножаю на 8 и делю на 12. Получается 833 333 штуки. И действительно, как я и говорил, у нас получается средневзвешенное количество акций 1 миллион 250 тысяч штук. И вот это средневзвешенное количество акций, оно применяется не только для расчетов за этот год, за который мы отчитываемся. Но мы приводим в соответствие и показатель сравнительной информации за прошлый год. То есть, прибыль на акцию за 2011 год нужно будет также пересчитать с учетом вновь появившихся у нас в обращении акций. Теперь мы рассмотрим еще один вариант выпуска. Это выпуск прав. Давайте вернемся сейчас к презентации. Значит, в чем заключается выпуск прав? Для того, чтобы, видимо, сделать что-то приятное уже существующим акционерам, а заодно все-таки и привлечь дополнительные средства в компанию, компания может объявить о выпуске прав для существующих акционеров на покупку дополнительного пакета акций, но по цене несколько ниже, чем цена, установившаяся на рынке. Ну, то есть, такую вот льготу предоставить. И получается такая ситуация, что, в принципе, действительно у акционеров появляется интерес к покупке таких акций, поскольку они понимают, что они экономят, они покупают дешевле, чем эти акции находятся в продаже на рынке. Но в этом случае нам также приходится делать пересчеты, пересчеты при определении средневзвешенного количества акций, причем здесь мы будем учитывать коэффициент льготной эмиссии. И вот сейчас я покажу вам пример. Опять-таки, наверное, я выйду сейчас за рамки презентации для того, чтобы мой пример был более нагляден, и я мог сделать эти расчеты прямо на глазах у слушателей. Итак, на 1 января 2012 года у нас снова находилось в обращении 1 миллион штук обыкновенных акций. 1 апреля 2012 года компания осуществила выпуск прав на покупку акций действующими акционерами, предоставив возможность приобрести одну акцию по цене 2 доллара за штуку. За каждые три имеющиеся. На дату осуществления прав справедливая стоимость акции составляла 4 доллара. Прибыль, которая остается в распоряжении акционеров материнской компании за этот год, составляет 300 тысяч долларов. Итак, мы снова рассчитываем рассчитываем средне-взвешенное количество акций. для этого также, как и в предыдущих случаях, мы зафиксируем даты, на которые у нас произошли все эти события. Итак, у нас есть 1 января и есть 1 апреля. На 1 января у нас был 1 миллион штук акций. На 1 апреля количество этих акций нам сейчас предстоит определить. Итак, мы даем право купить одну акцию за каждые три, которые имеются на руках. То есть, получается, что мы на 1 треть увеличиваем количество акций, которые у нас появятся в обращении. Ну, 1 треть это будет, соответственно, 1 миллион 333, 333 штуки. Так же, как и во всех предыдущих случаях, мы учтем период времени, который это количество акций находилось в обращении. 1 миллион у нас обращался 3 месяца из 12 имеющихся. А 1 миллион 333, это, соответственно, 9 оставшихся месяцев из 12, которые имеются у нас в году. А вот теперь нам нужно будет учесть коэффициент вот этой льготной эмиссии. Для этого мы должны рассчитать показатель, который принято называть теоретическая цена акции с права. Расчет будет выглядеть следующим образом. Итак, у нас за каждые 3 дается 1. То есть, у нас было 3 акции. Цена каждой этой акции по рыночной цене составляла 4 доллара. Плюс мы даем право купить одну штуку по льготной цене, которая составляет 2 доллара. И разделю я теперь это на то количество акций, которое теперь у нас будет в обращении. Это будет 3 штуки плюс еще одна штука. Посчитаем, что у нас теперь здесь получится. Трижды 4 – 12, плюс 2, и разделим это на 4. Три с половиной. Итак, теоретическая цена акции после реализации прав, которые мы предоставляем акционеру, станет 3 с половиной доллара. И вот коэффициент этой льготной эмиссии – это будет соотношение рыночной цены акции к стоимости акции, к теоретической стоимости акции с правами. То есть, вот первую строчку я пересчитываю. Я делю рыночную стоимость акции на теоретическую стоимость акции после реализации прав. И вот теперь я могу рассчитать средневзвешенное количество акций. Здесь мне придется все-таки воспользоваться калькулятором. Ну, во-первых, замечу, что мы умножаем на 3 и на 4, это будет 12, трижды 4, так, трижды 4 – 12, и делим на 12. Значит, мне достаточно 1 миллион разделить на 3 с половиной. Это будет 285,714 штук. 1 миллион 333 разделить на 12, и делим на 9. Итого средневзвешенное количество акций, которое мы здесь получим, это будет 1 миллион 285,714 штук. И теперь мы можем рассчитать показатель прибыли на акцию. Это будет наша прибыль 300 тысяч. Разделить на 1 миллион 285,714 штук. 23,3 цента на 1 акцию. Теперь рассмотрим. Еще один показатель, который принято называть разводненная или пониженная прибыль на акцию. О чем здесь идет речь? Дело в том, что международные стандарты финансовой отчетности, они составителям бухгалтерской финансовой отчетности говорят практически следующее. Что вы должны дать любую возможность тому лицу, который анализирует бухгалтерскую финансовую отчетность вашей компании, сделать прогнозы на будущее. То есть не просто оценивать результаты работы компании в прошлом, но и дать возможность предугадать, а что будет завтра, послезавтра, через год, через два. То есть дать возможность сделать прогнозный анализ. И вот в том случае, если у компании на рынке вращаются финансовые инструменты, которые могут в будущем привести к снижению показателя прибыли на акцию, то мы должны, конечно, об этом предупредить действующих акционеров. То есть показать им, что вот в результате каких-то событий у нас в будущем может вдруг понизиться прибыль на акцию. И таким образом ваши доходы, они в той или иной мере снизятся. И вот за счет каких, собственно, финансовых инструментов все это и может произойти? Это может произойти прежде всего за счет того, что компания может выпустить так называемые конвертируемые облигации. Что это такое конвертируемая облигация? Конвертируемая облигация – это заемный инструмент, который подтверждает, что компания заняла у кого-то денежные средства на определенных условиях. И при этом по этому финансовому инструменту выплачивает определенный процент дохода. При этом компания, как правило, обещает несколько более низкий процент, нежели те процентные ставки, которые сложились на рынке. Но для того, чтобы потенциальные покупатели все-таки согласились на более низкую доходность, мы говорим, что да, вы сегодня потеряете на том, что будете получать более низкие проценты. Но мы вам даем не просто облигацию, мы вам даем облигацию конвертируемую и по прошествии какого-то времени, строго оговоренного в этой эмиссии, вы сможете обменять свои облигации на акции нашей компании. Причем, посмотрите, мы предлагаем вам довольно заманчивый обмен, я имею в виду количественное соотношение, которое явно демонстрирует владельцам этих облигаций выгодность этой сделки. Всегда можно посмотреть, сколько стоит акция на рынке, сколько вы заплатили за эту облигацию и посмотреть, какой обмен вам предлагают, один к одному, один к двум и так далее. И вот здесь покупатель может увидеть, что да, действительно, хорошо, пусть я буду даже в два раза меньше получать два года проценты, но зато потом в результате вот этого такого замечательного обмена я компенсирую свои потери процентные за счет того, что вместо одной, например, тысячедолларовой облигации я получу акцию, которая на рынке стоит две тысячи долларов. И вот в результате этого обмена произойдет, конечно же, такое непростое влияние на показатель прибыли на акцию. Так вот, что же произойдет, если владельцы этих конвертируемых облигаций вдруг примут решение воспользоваться предоставленным им правом конвертации? Ну, во-первых, что вполне очевидно, действительно произойдет разводнение за счет того, что вместо облигаций появятся акции и этих акций станет больше. Поэтому, когда мы будем определять прибыль на акцию, мы будем делить вместо какого-то предыдущего количества акций, которое у нас было, мы разделим на большую сумму. За счет этого, конечно, произойдет снижение этого показателя. Но, с другой стороны, неожиданно произойдет и обратный процесс. Дело в том, что если произойдет конвертация, то есть превращение вот этих заемных облигаций в акции, то компания начнет экономить на выплате процентов. То есть процентные обязательства, они не будут уменьшать прибыль компании. То есть прибыль компании увеличится на сумму тех процентов, которые не нужно будет платить. То есть мы к прибыли компании прибавим сэкономленную сумму процентов. Но, с другой стороны, как только мы увеличим прибыль на сумму вот этих процентов, у нас налог на прибыль увеличится. То есть нужно будет из этого увеличения прибыли вычесть налог на прибыль, связанный с этими процентами. Вот такая, в общем-то, не совсем простая ситуация. То есть происходят два противоположных действия. Одно действие действительно приводит к прямому разводнению или снижению прибыли на акцию. То есть за счет увеличения количества акций, которые будут находиться в обращении. С другой стороны, у нас будет антиразводнение за счет того, что у нас в какой-то степени возрастет прибыль компании. Я опять позволю себе выйти за рамки презентации для того, чтобы сделать более приятным восприятие информации. Итак, конвертируемые облигации. 1 января 2012 года акционерный капитал компании составлял 1 миллион обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 доллар. За отчетный период, закончившийся 31 декабря 2012 года, изменений в акционерном капитале не было. 1 июля 2012 года компания осуществила эмиссию 5% облигаций на сумму 100 тысяч долларов. 2. Владельцы облигаций могут воспользоваться правом конвертации, либо потребовать их погашения по номинальной стоимости. При конвертации до 1 июля 2014 года каждая 1000 долларовая облигация конвертируется в 2000 обыкновенных акций, а при конвертации до 1 июля 2015 года в 1800 обыкновенных акций. Прибыль после налогообложения за отчетный период составляла 250 тысяч долларов. Ставка налога на прибыль 40%. Прежде чем мы приступим к расчетам, я хочу обратить внимание на те условия, которые мы предлагаем для конвертации владельцам облигаций. Обратите внимание, что здесь даются различные условия. Мы можем и так конвертировать, и в такое количество акций конвертировать. Это обычная практика. Когда мы будем делать расчеты, какое же число из этого нам брать? Сразу хочу сказать, мы должны брать самый невыгодный для показателя прибыли на акцию вариант. То есть максимальные риски для владельцев простых акций. Потому что мы должны предупредить о максимально невыгодных каких-то последствиях для владельцев обыкновенных акций и показать, насколько максимально может просесть вот эта прибыль на акцию. Поэтому мы будем брать, конечно, первый вариант обмена. Это тысячедолларовая облигация будет конвертироваться в две тысячи обыкновенных акций. Ну, давайте мы здесь от нас просят рассчитать базовую и разводненную прибыль на акцию. Ну, начнем, конечно, мы с самого простого. Мы начнем с показателя базовой прибыли на акцию. Итак, мы знаем о размере прибыли. Это 250 тысяч. У нас в обращении 1 миллион штук акций. И мы получаем 25 центов. Это прибыль, приходящаяся на одну акцию. Ну, а теперь, для того, чтобы нам рассчитать разводненную прибыль на акцию, то есть предупредить о возможных негативных последствиях уже существующих владельцев, о том, что в дальнейшем есть угроза снижению этой прибыли на акцию и насколько она может снизиться. Вот для этого мы должны сейчас сделать соответствующие перерасчеты. Ну, давайте начнем хотя бы с того, насколько у нас увеличится количество акций. Итак, расчет разводненного количества акций. Итак, у нас всего 100 тысяч долларов. Это наш займ. Обмен идет у нас следующий. Каждая тысячедолларовая облигация будет конвертироваться в 2000 штук акций. То есть у нас получается, что будет у нас здесь, сколько, 200 тысяч штук. Но мы должны здесь учесть те обстоятельства, что сама эмиссия, она у нас происходит не в начале года, а в середине. То есть я здесь должен учесть фактор влияния времени и взять 0,5 года. Мы сейчас 1 июля осуществили эту эмиссию. Таким образом у нас получается разводненное разводнение произойдет на 100 тысяч штук. То есть новое количество акций, разводненное, будет равно 1 миллион 100 тысяч штук. Теперь давайте разбираться с прибылью. С прибылью, как я уже сказал, произойдет обратный эффект. Я бы назвал его антиразводнение. И давайте так я и запишу. Антиразводнение прибыли. Итак, как я уже говорил, антиразводнение будет связано с тем, что в результате конвертации компании больше не нужно будет начислять проценты по этим облигациям. И экономия на процентах, она составит 100 тысяч долларов мы взяли в займ, умножаем на 5 процентов. И мы здесь получаем за год мы экономим 5 тысяч долларов. Но опять мы должны учесть, что в данном случае у нас одно полугодие, это год, половина года. И получается, что мы как бы прибавим и сэкономим на этих процентах 2,5 тысячи долларов. Да, мы прибавим эту сумму к нашей прибыли. Но мы помним о том, что чем больше прибыль, тем больше налог на прибыль. Поэтому нам достанется не вся вот эта сэкономленная прибыль в размере 2 тысячи 500 долларов. А с учетом ставки налога 40 процентов, нам останется только 60 процентов от этой суммы. Я умножаю на 60 процентов то, что осталось на 0,6. Таким образом мы получаем 1 тысячу 500 долларов. И новое значение прибыли будет равно. Прибыль у нас была 250 тысяч долларов. Прибавляем 1 тысячу 500. Получаем 251 тысяча 500 долларов. И теперь мы можем рассчитать прибыль на акцию разводненную. Она будет равна антиразводненной прибыли на новое количество акций. Получаем 22,9 цента. И вот смотрите, что мы получили. Мы получили более низкий показатель прибыли на акцию. 22,9 цента. А до этого у нас нормальная базовая прибыль на акцию составляла 25 центов. Так вот мы в отчетности покажем базовый показатель прибыли на акцию 25 центов. А потом скажем нашим акционерам, что существует угроза снижения этого показателя в будущем. В том случае, если владельцы конвертированных инструментов воспользуются своим правом, то в этом случае ваши доходы, ваша прибыль на акцию, она вот настолько-то снизится. Много это или мало, это будут решать уже сами владельцы этих акций, насколько для них это будет трагично, скажем так. Но предупредить их об этой угрозе мы обязаны согласно требованиям международных стандартов финансовой отчетности. Ну и последний, скажем так, вопрос, связанный с разводненной прибылью на акции, это опционы. Суть опциона или слово опционы может быть не совсем привычно и не все его знают. Опцион это право, право на что-то. Так вот компания может объявить опцион, скажем, своим сотрудникам о том, что они имеют право купить какое-то количество акций, но при этом заплатить меньше, чем справедливая рыночная стоимость этой акции. И вот как мы должны относиться к этим опционам, что это такое, как мы будем это воспринимать. Воспринимать мы это будем следующим образом, что как будто бы часть акции по этому опциону будет куплена по нормальной рыночной цене, а какая-то часть, по сути дела, будет роздана бесплатно. И, конечно, в связи с тем, что появляются вот эти как бы бесплатные акции в каком-то количестве, у нас произойдет снижение показателя прибыли на акцию. И опять я сейчас выйду за рамки презентации, потому что у нас остается не так много времени, и мне хотелось бы просто успеть это рассказать. Итак, 1 января 2012 года акционерный капитал компании составлял 1 миллион обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 доллар. За отчетный период, закончившийся 31 декабря 2012 года, изменений в акционерном капитале не было. И вот 1 июля 2012 года компания предоставила своему персоналу опционы на покупку 100 тысяч обыкновенных акций по 2 доллара за штуку. При этом рыночная нормальная цена одной акции составляет 4 американских доллара. Прибыль, которая остается в распоряжении акционеров материнской компании после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, составляет 250 тысяч долларов. От нас требуется рассчитать как базовую, так и разводненную прибыль на акцию, которая бы предупредила о возможных потерях в плане доходности для действующих акционеров. Начнем с того, что не вызывает у нас сейчас никаких проблем. Мы рассчитаем базовый показатель прибыли на акцию. Базовая прибыль на акцию будет равна. Мы возьмем прибыль, которая у нас здесь известна, и поделим на количество акций, которые находятся в обращении. Получаем 25 центов прибыль на акцию. А теперь давайте посмотрим, к чему приведет реализация этих акционов. Сразу скажу, что в отличие от предыдущего примера, когда мы имели дело с облигациями, здесь антиразводнение или разводнение прибыли не произойдет. Здесь прибыль никак не задействована. Здесь произойдет разводнение прибыли на акцию за счет того, что появятся как бы бесплатные акции. И вот давайте мы сейчас соответствующие расчеты и сделаем. Расчет эффекта разводнения количества акций. Расчет будет следующий. Должно быть получено при реализации по рыночной цене. Итак, 100 тысяч штук я должен был бы продать по 4 доллара и таким образом получить при реализации 400 тысяч долларов. будет получен при реализации по льготной цене 100 тысяч штук. Я продаю по 2 доллара и, соответственно, я получу 200 тысяч долларов. Стоимость бесплатно выданных акций 400 тысяч минус 200 тысяч долларов. Но нам для расчета прибыли на акцию нужны не стоимость этих акций, а их количество. Таким образом, надо от стоимости перейти к штукам. Итак, количество бесплатных акций 200 тысяч надо разделить на рыночную стоимость акции. Рыночная стоимость у нас составляет 4 доллара. Итого у нас получается 50 тысяч штук. Теперь давайте посмотрим, какой период времени у нас эти опционы действуют. Опять, они появились у нас в середине нашего года, поэтому мы этот факт тоже должны здесь учесть. Разводнение. Количество с учетом времени выпуска 50 тысяч штук умножим на 0,5 года. И получим 25 тысяч штук, которые и будут участвовать в наших расчетах. Итак, прибыль на акцию разводнен. У нас по-прежнему та же самая прибыль, как и была, а вот количество у нас акций, оно будет изменено. 250 тысяч поделим на миллион 25 тысяч штук, и мы получим 24,4 центра. Пусть небольшое, но все-таки снижение у нас наблюдается. И об этом снижении, об этих опасностях мы обязаны просто предупредить наших акционеров. Итак, я вам рассказал все основные случаи, связанные с расчетом этого важного для любого инвестора показателя. Это и случаи, связанные с расчетом самой прибыли на акцию, а также основные моменты, связанные с разводнением или снижением этого показателя. Ну, как я и обещал, сейчас ближе уже к окончанию нашей встречи я скажу несколько слов о тех достоинствах, которые привлекают внимание акционеров к этому показателю. Почему к нему такой высокий интерес, почему этому показателю посвящен аж целый стандарт 33-й прибыль на акцию. Дело в том, что сравнивать результаты деятельности компании, эффективность работы деятельности компании по абсолютным показателям, которыми является просто прибыль компании, абсолютно невозможна. Действительно, в отчетности разных компаний демонстрируются разные показатели прибыли. Кто-то показывает миллиард долларов, кто-то два миллиарда, кто-то сто тысяч долларов. у всех показатели разные. И если я смотрю в отчетность какой-то компании с точки зрения инвестора и вижу там большую цифру прибыли, это вовсе не значит, что эта компания работает более эффективно, чем та компания, которая показывает, например, вместо миллиарда один миллион. Потому что надо учитывать масштабы деятельности компании и именно отдачу на тот вложенный капитал, который мы имеем в той или иной компании. Маленькая компания может вложить тысячу долларов и получить при этом 50 тысяч прибыли, а может какая-то супергигантская компания, у которой триллионы долларов находятся в обращении, при этом продемонстрировать один миллиард прибыли. Поэтому для того, чтобы действительно можно было сравнивать показатели эффективности работы разных компаний, мы должны в обязательном порядке использовать именно относительные показатели для анализа. И вот таким относительным показателем наиболее важным для инвестора является прибыль на акцию. То есть я всегда знаю, сколько я заработаю с каждой акции. Но и это еще не все. дело в том, что любой инвестор, которому известен этот показатель, он может очень легко и быстро получить сведения о том, за какой период времени он окупит свои вложения. Для этого достаточно просто взять цену при покупке акции и поделить на прибыль на акцию. И вы поймете, в течение которого срока времени вы по сути дела вернете свои денежные средства, вложенные в акции компаний обратно. Например, вы знаете о том, что прибыль на акцию составляет 1 американский доллар. И вам предлагают купить акцию, например, за 3 доллара. Легко понять, что стоимость покупки 3 доллара я поделю на прибыль на акцию 1 доллар. Я понимаю, что за 3 года я, по сути дела, верну вложенные в эту компанию денежные средства. Кроме того, у этого показателя есть еще один такой не вполне очевидный плюс. Это то, что этот показатель, как мы видели, он всегда учитывает структуру собственного капитала компании за счет того, что происходит вот это среднее взвешивание количества акций, которые находятся во вращении. То есть мы всегда видим изменения в структуре капитала, которые происходят. Но в то же время, конечно, нельзя забывать о том, что не существует у нас каких-то уникальных показателей, с помощью которых можно все и все оценивать и больше не использовать что-то другое. Прибыль на акцию, так же, как и любой другой показатель имеет свои какие-то ограничения и прибыль на акцию будет зависеть во многом и от учетной политики компании, и от других каких-то моментов. Ну и самое главное, она характеризует деятельность компании очень однобоко. Это показатель рентабельности деятельности компании. но любой инвестор, который вкладывается в деятельность какой-то компании путем покупки ее акций, понимает, что надо учитывать риски, риски финансовые, риски операционные, связанные с этой компанией. Ведь можно в погоне за прибылью вложиться, а потом потерять все, потому что компания может просто утратить свою платежеспособность, утратить свою финансовую устойчивость, потерять свое место на рынке. Поэтому, конечно, несмотря на всю важность этого показателя, любой инвестор должен более детально, более глубоко разбираться в деятельности компании, оценивая и другие стороны финансовые. Прежде всего, конечно, оценивать платежеспособность компании, насколько она финансово устойчива, ее деловую активность. Ну и, конечно, операционные риски, учитывать направление деятельности в компании, учитывать политические и экономические риски, с которыми связана деятельность той или иной компании. Ну и в заключение нашей встречи я хотел бы рассказать немножко о том, чему вы можете здесь научиться в рамках нашего Центра компьютерного обучения специалиста. Вот то, что я вам сегодня рассказывал, это маленькая толика из того, что дают нам международные стандарты для того, чтобы мы могли сформировать нашу бухгалтерскую финансовую отчетность. В рамках нашего Центра вы можете глубоко и подробно познакомиться с международными стандартами финансовой отчетности, и для этого мы даем возможность пройти обучение аж по целым четырем курсам. Вот наш первый базовый курс, несмотря на то, что он может быть так немножечко скромно назван базовым, на самом деле в рамках этого курса мы очень подробно, очень обстоятельно рассматриваем все действующие в настоящий момент стандарты МСФУ. Мы не просто их пересказываем мы рассказываем как они применяются в тех или иных ситуациях мы рассматриваем все на примерах на задачах довольно подробно и обстоятельно перед вами сейчас актуальное расписание этого курса вы видите что для вашего удобства предоставляются занятия и среди недели по вечерам вы можете выбрать занятия в субботу в воскресенье иногда у нас бывает здесь вот я не вижу но в принципе бывают и дневные группы утренние группы то есть каждый из вас всегда может найти для себя удобный график обучения следующий курс это курс консолидированной финансовой отчетности значит те компании которые имеют у себя во владении дочерние компании ассоциированные компании они по действующему законодательству в том числе и в России просто обязаны составлять и предоставлять заинтересованным пользователям не только отчетность отдельной компании но и консолидированную отчетность группы и несмотря на то что в рамках базового курса мы затрагиваем вопросы консолидации но тем не менее консолидированная финансовая отчетность это очень серьезный вопрос и в рамках конечно базового курса мы не имеем возможности глубоко и подробно рассмотреть все стороны консолидации поэтому вот это все вынесено в отдельный курс довольно короткий это порядка 16 академических часов где мы довольно обстоятельно подробно рассматриваем консолидацию как материнской и дочерней компании так и материнской и ассоциированной компании опять вы видите актуальное расписание которым вы можете воспользоваться ну здесь у нас курсы не так часто происходят но тем не менее значит вы можете спланировать и выбрать то что вам удобно для тех кто поймет что нужно не просто узнать о международных стандартах а действительно подтвердить свои знания серьезным документом в этом случае вы можете пройти у нас специальную подготовку для того чтобы сдать экзамен и получить диплом по международным стандартам финансовой отчетности который сокращенно принято называть ДИП ИФР ну ДИП это диплом а ИФР это международные стандарты финансовой отчетности ну вот образец этого диплома вы видите здесь только фамилия не вписана и видите в какой обстановке проходят эти экзаменационные мероприятия сегодня вы то что вы сейчас видите на экране это экзаменационный зал и у нас очень много желающих сдавать экзамены обычно в Москве одновременно на экзамене присутствует около двух тысяч иногда и больше желающих претендентов получить этот диплом экзаменационные мероприятия происходят в Москве и во всем мире два раза в год соответственно вот в привязке к этому графику мы и примерно предлагаем два раза в год подготовку к этому экзаменационному мероприятию то есть к зимней так сказать экзаменационной сессии где-то осенью ну и затем весной для того чтобы желающие могли подготовиться к летней экзаменационной сессии ну и помните что вот те люди которые получают дипломы они получают возможность быстрее занять какие-то выгодные для себя места работы и вот мой так сказать опыт общения с учащимися в группах я всегда спрашиваю что происходит у кого в компаниях и вот люди мне говорят я пришел учиться изучать МСФО по одной простой причине что у нас специалисты которые имеют в руках диплом по международным стандартам имеют заработную плату в полтора два раза выше чем те люди которые занимают такие же должности но не имеют соответствующего диплома поэтому смотрите время уходит и торопитесь пока вы не опоздали приходите к нам учиться ждем на наших курсах всего вам хорошего и на этом я с вами прощаюсь спасибо за внимание до свидания всем